Ванька Был второй час ночи. Коммерции советник Иван Васильевич Котлов вышел из ресторана «Славянский базар» и поплёлся вдоль Паникольской, к Кремлю. Ночь была хорошая, звёздная. Из-за облачных клочков и обрывков весело мигали звёзды, словно им приятно было глядеть на землю. Воздух был тих и прозрачен. Около ресторана извозчики дороги, думал Котлов. Нужно отойти немного, там дальше дешевле. И к тому же мне надо пройтись. И я объелся и пьян. Около Кремля он нанял ночного Ваньку. На Якиманку скомандовал он. Ванька, малый лет двадцати пяти, причмокнул губами и лениво передёрнул вожжами. Лошадёнка рванулась с места и поплелась мелкой, плохенькой рысцой. Ванька попался к Котлову, самый настоящий, типичный. Поглядишь на его заспанное, толстокожее, угреватое лицо и сразу определишь в нём извозчика. Поехали через Кремль. «Который теперь час будет?» – спросил Ванька. «Второй», – ответил коммерции советник. «Так-с». А теплей стало. Были холода, а теперь опять потеплело. «Хромая ж подлая, э-э-э-э, каторжная». Извозчик приподнялся и проехался кнутом по лошадиной спине. «Зима!» – продолжал он, поудобнее усаживаясь и оборачиваясь к седоку. «Не люблю. Уж больно я зябкий. Стою на морозе и весь коченею, трясусь. Подуй холод, а у меня уж и морда распухла. Комплекция такая, не привык». «Привыкай! У тебя, братец, ремесло такое, что привыкать надо». «Человек ко всему привыкнуть может. Это действительно, ваше степенство. До покеда привыкнешь, так раз двадцать замерзнешь. Нежный я человек, балованный, ваше степенство. Меня отец и мать избаловали. Не думали, что мне в извозчиках быть. Нежность на меня напускали царства им невестные. Как породили меня на теплой печке, так до десятого годка и не снимали от теда. Лежал я на печке и пироги лопал, как свинья какая непутная. Любимый у них был. «Одевали меня наилучшим манером, грамоте для нежности обучали. Бывалыча и босиком не пробеги. Простудишься, миленькой, словно не мужик, а барин. Побьет отец, а мать плачет. Мать побьет, отцу жалко. Поедешь с отцом в лес за хворостом, а мать тебя в три шубы кутает, словно ты в Москву собрался, аль в Киев». «Разве богато жили?» «Обыкновенно жили, по-мужицки. День прошел, и слава Богу. Богаты не были, да и с голоду благодарить Бога не мерли. Жили мы, барин, в семействе. С семейством, стало быть. Дед мой тогда жив был, да около него два сына жили. Один сын, отец мой, то есть, женатый был, другой неженатый. А я один паренечек был всего-навсего, всей семье на утеху. Ну, и баловали. Дед тоже баловал. У деда, знаешь, деньга была припрятана. И он воображение в себе такое имел, что я не пойду по мужицкой части. Тебе, говорит Петруха, лавку открою, расти». Напускали на меня нежность-то, напускали, холили, холили. А вышло потом такое недоумение, что совсем не до нежности. Дядя-то мой, дедов сын, а отцов брат. Возьми и выкрать у деда его деньги. Тыщи две было. Как выкрал, так с той поры и пошло разоренье. Лошадей продали, коров. Отец с дедом наниматься пошли. Известно, как это у нас в крестьянстве. А меня, раба Божьего, в пастухи. Вот она, нежность-то. Ну, а дядя-то твой, он же что? Он ничего, как и следует. Снял на большой дороге трактир и зажил припеваючи. Годов через пять на богатой серпуховской мещанке женился. Тысяча восемь за ней взял. После свадьбы трактир сгорел. Отчего это самое ему не гореть, ежели он в обществе застрахован? Так и следует. А после пожара уехал он в Москву и снял там бокалейную лавку. Теперь, говорят, богат стал и приступу к нему нет. Наши мужики хабаровские видели его тут, сказывали. Я не видел. Фамилией его будет Котлов. А по имени и отчеству Иван Васильев. Не слыхали? Нет. Ну, поезжай скорей. Обидел нас Иван Васильев. Ух, как обидел! Разорил и помер упустил. Не будь его, нежто я мерз бы тут при своей этой самой комплекции, при моей слабости. Жил бы я да поживал в своей деревушке. Эх, звонят вон к заутренне. Хочется мне, Господу Богу, помолиться, чтоб взыскал с него за всю мою муку. Ну да бог с ним. Пусть его бог простит. Да терпим. Направо к подъезду. Слушаю. Ну вот, и доехали. А за побосёнку пяточишка следовало бы. Котлов вынул из кармана пятиалтынный и подал его Ваньке. Прибавить бы следовало. Вёз ведь как? Да и почин. Будет с тебя. Барин дёрнул звонок и через минуту исчез зарезную дубовую дверью. А извозчик качил на козлы и поехал медленно обратно. Подул холодный ветерок. Ванька поморщился и стал совать зябкие руки в оборванные рукава. Он не привык к холоду. Балованный.